В Симферополе состоялось открытие Курултая мусульман Крыма. Форум собрал более 600 участников. Сегодня в Симферопольской школе номер 2 стартовала акция «Единый день сдачи ЭГ родителям». На эксперимент отважились не только мамы и папы выпускников, но и замминистра образования Российской Федерации Сергей Кравцов и глава Крыма Сергей Аксенов. Отсутствие дорог, трудности с документацией, жилья и благоустройства в мечети – это основные проблемы населенных пунктов Бачесарайского района. Часть услышаны впервые, многие находятся на стадии решения. Сборник крымско-татарских имен выпустят в Крыму. Сегодня в Крымском инженерно-педагогическом университете состоялся круглый стол, где профессора вуза обсудили проблематику будущего сборника. Сегодня в Симферопольской школе номер 2 стартовала акция «Единый день сдачи ЭГ родителями». На эксперимент отважились не только мамы и папы выпускников, но и замминистра образования Российской Федерации Сергей Кравцов и глава Крыма Сергей Аксенов. 45 участников лично ознакомились со всей процедурой ЭГ. Все подробности расскажет наш корреспондент Сутаня Истыкаева. Акция «Единый день сдачи ЕГЭ» на этот раз стартовала в Крыму. Родители выпускников сдают экзамен по русскому языку. У них появилась возможность почувствовать себя на месте своих детей и лично узнать, чем сегодня отличаются экзамены от тех, которые они сдавали сами. Перед экзаменом каждый участник зарегистрировался по всем правилам. Прошел через металлодетектор, сдал личные вещи, заполнил бланки. Что называется, прочувствовал все изнутри. Участники акции писали работу в сокращенном варианте. На все про все им отводилось 40 минут. Родители лично убедились в том, что все задания соответствуют школьному уровню. Главное не волноваться и системно готовиться. Всего было 7 тестовых заданий и плюс сочинение. Ничего сложного в этом нет. Если готовится и готовится система, то любой ребенок может сдать и написать это все посильно. Самое главное не нервничать и не переживать. И внимательно все читать и все получится. Вся процедура экзамена практически ничем не отличалась от той, что проходят школьники. Зашифрованные задания на компакт-диске были распечатаны прямо в аудитории и сразу были розданы всем участникам. После завершения экзамена будет процедура сканирования сразу после экзамена бланков ответов. Затем они загружаются в облако, обрабатываются и уже никто не сможет на результаты повлиять. Поэтому эта технология полностью минимизирует влияние человеческого фактора. ЕГЭ это обычный экзамен, отметил глава Крыма Сергей Аксенов. Задание выполнил всем. В этом году в Крыму желающих сдать ЕГЭ 75% выпускников. А вот в 2019 экзамен в обязательном порядке будет сдавать каждый выпускник. Акция полезная, показывает, что Крым у нас интегрирован практически полностью уже сегодня в общероссийский стандарт. Правильно Сергей Сергеевич отметил, что у нас растет количество выпускников. У нас и количество пунктов приема точно так же увеличивается в этом году. У нас будет 42 пункта приема, в прошлом было 27. Впервые данная акция прошла в феврале 2017 году. И к ней уже присоединились более 3000 родителей. Из-за огромного желания участников было принято решение ежегодно проводить акции во всех регионах России. Султанист Агайва, Аким Бикиров, телеканал Миллет. Отсутствие дорог, трудности с документацией жилья и благоустройством мечети. Это основные проблемы населенных пунктов Бочесарайского района. Часть услышанной впервые, многие находятся на стадии решения. Все подробности далее в сюжете. Для жителей улицы Строительная 6 микрорайона вызвать скорую или просто подъехать к собственному дому – проблема. Разрытый участок беспокоит жителей более пяти месяцев. Недобросовестный чиновник просто оставил дело на полпути. Еще и заблокированы те люди, которые проживают вдоль этой дороги. В любом случае, вы в администрации сообщите, скажите, что люди привезли меня сюда, на этот участок. То есть, в любом случае, пусть какое-то решение предлагают. То есть, это не должно находиться в таком состоянии. А это село Холмовка. Местные жители обратились с многолетней проблемой. Общежитие, в котором живут полноценные семьи, не имеет никаких документов. С 92-го года ни украинские чиновники, ни общественные деятели не обращали внимания. Отсюда более 20-ти лет ни одного капитального ремонта. Депутат взял решение под личный контроль. У нас есть свободное помещение на первом этаже. Хотелось бы сделать спортивную комнату для детей, чтобы дети чем-то были заняты по вечерам. Просто, чтобы по улицам не шатались. И как бы оформить дом на жильцов или что-то типа этого. Чтобы как-то узаконить этот дом, чтобы он в воздухе не висел. Далее села Красный Мак, Тургеневка и Белокаменная. Они остались без внимания парламентария. Жители этих населенных пунктов давно остались с проблемами один на один. В этих селах нет правоустанавливающих документов на культовые здания. Силами народа, здесь живущего, за средства свои привели вот такой вид. Теперь проблема крыша, минарет. Если помощь получим, то будем благодарны. Во время рабочей поездки парламентарий проинспектировал и новый спортзал. Он строится по благотворительной программе «Спортзал в каждый населенный пункт». Уже залит фундамент. Через месяц запланировано открытие. Разноцветные качели, горки, карусели и счастливые лица детей и родителей. Маленькие жители микрорайона уже опробовали новое развлечение. Для родителей и детей это настоящий праздник. Услан Исмаилович, посмотрите ваше искусство добрых дел продолжается. И сколько радости на лицах этих детей. Мы решили прийти посмотреть, теперь хоть есть куда будет сходить с ребенком погулять, поиграться, да? Мы вот здесь вот рядом живем и нам очень удобно. Большое спасибо, конечно, Бельбеку за то, что он построил нам эту замечательную площадку. Это уже третья детская площадка в Бахчестарайском районе, установленная по инициативе Руслана Бельбека. Теперь здесь есть все необходимое для веселого времяпровождения. Все, что делается, это в первую очередь для наших деток. Вот поэтому могу сказать, что искусство добрых дел продолжается. Всех жителей 6 микрорайона поздравляю. Пусть детишкам это приносит радость. Для решения вопросов Бахчестарайского района Руслан Бельбек пообещал привлечь предпринимателей и обратиться к администрации района. Встречи будут регулярными. Лиля Веджат, Аким Бекиров, телеканал Миллет. Глава Республики Крым Сергей Аксенов встретился с профессорско-преподавательским составом Крымского инженерно-педагогического университета. Лектор Чингис Якубов отчитался о работе в ВУЗа и озвучил ряд проблем университета с просьбой посодействовать в их решении. Среди них снабжение университета дополнительными площадями и техническими оборудованием. Необходимо строительство спортивного зала и площадок и выделение жилья нуждающимся малоимущим сотрудникам. Затронули и вопросы о раскопках дворца Калгасултана, участие студентов и работников ВУЗа, создании парков и технопарков. Глава Крыма взял на контроль просьбы преподавателей. Следующая встреча тем же составом пройдет в конце марта. Какие вопросы волнуют жителей Крыма накануне выборов и что изменило за 4 года? Сегодня на пресс-конференции представили результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Исследователи отмечают недовольство крымчан общим положением дел в республике не выходит 15-17%. Самый низкий показатель был зафиксирован летом 2016 года. Довольно стабильная картина. Мы видим, что если в июне 2014 года 82% опрошенных крымчан сказали, что скорее довольны своей жизнью, 15% скорее недовольны. Дальше эти цифры варьировали в достаточно узких диапазонах. Исследования Всероссийского центра показали основные проблемы волнующих крымчан. Низкие зарплаты, сокращение рабочего места, отсутствие ремонта дорог, маленькие пенсии. Наибольшее беспокойство крымчан вызывают проблемы социально-экономического характера. В этом плане Крым не выделяется на общероссийском фоне. Единственное, у нас в стране в целом проблематика здравоохранения на втором месте. Горы, моря, леса, мечети, минареты и старинные улочки Бавчисарая. Все это можно было увидеть на рисунках юных художников. В Симферополе подвели итоги конкурса детского рисунка «Гузель-Хырым». Церемония награждения состояла с муфтиятия Крыма. Конкурс длился весь январь. Организаторы газета «Думка», «Хидаед» и общественное объединение мусульмана Крыма «Бульюр». В состав жюри вошли заслуженный художник Республики Крым и Узбекистана Халил Мемеляев, художник Ленур Велеляев и художник-дизайнер Эрвин Ситасанов. Нам прислали более 50 рисунков. И, как отметили члены жюри, среди них есть весьма интересные работы, так как дети сейчас очень талантливые. Поэтому в будущем мы планируем проводить такие мастер-классы каждый месяц. «Не очень было легко выбрать конкретного победителя или отдать кому-то больше или меньше голоса и баллов, потому что каждая работа по-своему интересна своим решением. Учитывая, опять же, возрастные категории, ребенку 7-8 лет, а работа выглядит, как будто выполнила ее уже подросток». Со всего Крыма съехалось десятки талантливых детей и их родители. Участников конкурса ожидали грамоты, подарки и угощения. А за первое место победитель получил мольберт. Для всех детей провели мастер-класс по изобразительному искусству. «Мне был мастер-класс на пикбигентом». «Мне очень понравился этот мастер-класс. Здесь мы узнали много нового и успели подружиться. А еще нам вручили подарки». «Мне очень понравился мастер-класс, потому что известные художники поделились с нами своим мастерством». В Даниловке Красногвардейского района 27 лет нет дорог. В прямом смысле люди добираются в плавь. Представители общественной организации Хрымбар-Легы встретились с жителями массива, предложили свою помощь и призвали людей отдать свой гражданский голос и прийти на выборы. По грязи и глине ходили родители, дети, а теперь и внуки. Вот уже 27 лет в буквальном смысле живут в грязевой жиже. В массиве Даниловка люди вынуждены надевать на обувь пакеты, иначе можно утонуть. «Живу здесь с 91-го года. И с 91-го года нам обещают дороги. Свет дали, воду сделали, что нужно, даже газ сделали, даже интернет сделали всем людям. А дороги у нас нет, посмотрите. И эту дорогу уже 27 лет нам делают, эту дорогу. И все время обещают, 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 обещают». В селе и без того трудная жизнь. Найти работу сложно. Не говоря уже о сборе средств на ремонт дорог. Жители рассказывают, страшнее всего, что скорая помощь и пожарные отказываются заезжать в массив. «Я работаю водителем на скором помощи. Приезжал к этому парню, бабушке было плохо. Ночью. Вы приехали до магазина, я фельдшер говорю дальше, я говорю, не смогу поехать». Проблемными вопросами массива Даниловка занимаются и общественники. Председатель организации Сейтумер Неметулаев заверил, Харамберлиге возьмет на контроль эту проблему. Также он призвал жителей Даниловки принять участие в выборах президента России, подчеркнув, что активная гражданская позиция решает проблемы сообщества. «Часть встречи была и о выборах было сказано. Люди все единогласно поддержали, пойдем все на выборы. Ну а мы сегодня будем делать обращение людей на Харамберлига. А Харамберлига – это на имя Сергея Валерьевича Аксенова, Руслана Исмаиловича и Госкомнации. Я думаю, вместе мы все сделаем для того, чтобы получилась эта дорога». Общественники совместно с гражданами определили алгоритм дальнейших действий для решения проблемных вопросов массива, призывая каждого жителя отдать свой гражданский долг. «Вопросов, которые нужно решать в государстве, очень много. И много что сделано, особенно в особенности для Крыма. Поэтому в Крыму есть вопросы, проблемы, которые нужно решать. И я думаю, что это однозначно решится после выборов». В этом году в республике завершится несколько глобальных строек. Жители Даниловки надеются, что после этого внимание к ним будет более пристальным и на улицах, наконец, появится асфальт. Энвер Аблизи, Сосан Дивадинов, телеканал Миллет. Сборник «Крымско-татарский мион» выпустят в Крыму. Сегодня в Крымском инженерно-педагогическом университете состоялся круглый стол, где профессора вуза обсудили проблематику будущего сборника, а также внесли свои предложения по составлению научного труда. Авторы – депутат Госдумы Руслан Барбек и доктор исторических наук, доцент кафедры истории КИПУ Владимир Поляков. По их мнению, сборник поможет государственным служащим правильно писать имена «Крымский татар», не допуская в них ошибки. «Хотелось бы отметить и о таком понятии, как и этническом каркасе, который позволил бы нам на самом деле ответить на вопрос, что значит быть крымскими татарами, потому что, что касается антропонимики, оно является составной частью культурного пространства. То, что, в принципе, и отвечает на вопросы этничности – это наличие общего языка, культуры, самоидентификации, поэтому наличие и создание вот такого перечня позволит получить еще один столб в этническом каркасе для крымско-татарского народа». Над созданием научного труда, по мнению депутатов, должны трудиться также социологи и историки. В сборник будут входить исторические имена – арабские, персидские и, конечно же, тюркские. Идея создания – популяризация исконных крымско-татарских имен. По словам доктора исторических наук Владимира Полякова, только 5% новорожденных носят крымско-татарские имена. «Цель этого справочника – выделить, пропагандировать именно крымско-татарские имена. Потому что, если мы идем по пути арабских, мы должны писать «Ахмед», «Ибрагим», а мы на первый план выносим именно имена, как пароль. Что прочитал и знаешь – «О, это крымский татарин, Ибраим, Амед, это наши ребята». И мы будем пропагандировать первоначально чисто крымско-татарские имена. Потом уже будут идти исторические имена, мемориальные и так далее. Как раз мы ставим задачу уйти от канонизации, то есть вернуться назад к арабскому языку. Пусть это будет правильно, но прошли века. Крымско-татарский народ сделал эти имена уже своими, но другими. И вот мы как раз за то, чтобы сохранить крымско-татарские имена. В обсуждении приняла участие и замминистра юстиции Крыма. Она отметила, что такой сборник поможет работникам ЗАГСа не допускать ошибок в написании крымско-татарских имен. Словарь нужен, чтобы был какой-то единый подход в регистрации, именно в присвоении имен детям при регистрации, чтобы не было потом вопросов, что какое-то возникло разночтение, исходя из каких-то других традиций или соображений. Ну и это тоже возрождение действительно культуры, потому что есть очень красивые, очень звучные имена, имена, которые за собой в нашу жизнь приносят какое-то красивое обозначение. Чемпионат Крыма по профессиям стартовал сегодня в Симферополе. В нем соревнуются в мастерстве десятки молодых специалистов, от маляров до парикмахеров. Оценивать их будут преподаватели училища, действующие профессионалы своего дела. Продлится этот чемпионат три дня. Мы участвуем первый раз, как она, так и я. Надеемся, что все будет очень интересно, завораживающе, что все будет по справедливости, будет интересно, и приобретем для себя опыт в дальнейшем. И о новостях спорта. Футбольный клуб Кызылташ и футбольный клуб Севастополь сыграли в боевую ничью в заключительном матче группы «Б» открытого зимнего Кубка Крымского футбольного союза. Матч окончился со счетом 1-1. Для бахчисарайцев игра с действующим чемпионом премьер-лиги КФС стала настоящим экзаменом. Ведь это была еще и отличная возможность для подопечных Вадима Хафизова проверить свои силы с одной из сильнейших команд полуострова. Новый тренер Кызылташи наигрывает 11 игроков, которые составят основную новую обойму команды. Подбирает подходящую тактику и схему игры и готовится к главному футбольному турниру Крыма. Чемпионат Крымского футбольного союза снова откроет свои двери 3 марта. Хорошая игра. По повсюзским качествам не уступили ничего. Тем более второй сбор подходит к концу. Как бы им тяжело не было, они молодцы. Бились, сражались. Но Севастополь – это та команда, чемпион, который так, ну, я думаю, что это даже, если не смотреть как бы там в турнирное положение или в турнирную таблицу какую-то, именно этого турнира, зимнего кубка КФС, то я считаю, что игра с Севастополем, как бы это 1-1, это как бы очень достойный результат. И просим обратить внимание на следующее объявление. 22 февраля с 9 утра до 16.00 в Советском районе состоятся выездные приемы граждан с заместителями председателя Совета Министров Республики Крым, руководителями исполнительных органов государственной власти Республики Крым. Это были все новости на сегодня. В студии для вас работал Асан Виблаев. Хорошего вам вечера. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин